друзья близится близится наш светлый праздник пасхи и сегодня у меня опять или снова куличи рецепт очень вкусного теста для куличей что для этого нужно 650 миллилитров теплого молока подогретый до 40 градусов 100 грамм дрожжей сырых или живых дрожжей смотрите какие дрожжи хорошие так хорошо рассыпаются из того количества которое нам отмерено уже для кулича я беру сюда 2 столовые ложки сахара и также от муки которая уже взвешена 2 столовые ложки муки это мы все размешиваем и будет у нас опара подходить минут 15 может быть 20 как начнут работать дрожжи будем заводить тесто дальше маргарин нам нужно его полкило у меня маргарин жирностью 82 и 5 процента я его сейчас расплавлю 12 яиц разбиваем 12 яиц и полкило сахара нам нужно их взбить миксером но не до пиков просто чтобы сахар растворился в яйцах дрожжи у нас работают хорошо теперь мы все соединяем в емкость побольше яйца с сахаром маргарин добавляем соли 15 грамм или полторы чайных ложки пакетик ванилина и дрожжи размешиваем и замешиваем тесто добавляем муку добавляем муки и замешиваем тесто сколько уйдет муки я вам обязательно скажу после замеса муки у меня ушло два с половиной килограмма руки смачиваем простительном масле смазываем наши стеночки и нашей емкости и немножко подбиваем сюда тесто тесто вот такое получилось духовочка у меня как всегда подогревается для расстойки тесто до 50 градусов потом я выключаю она остается на лампочке получается хороший подъем теста сейчас я его пленкой пищевой накрою и отправлю на расстойку килограмм изюма у меня здесь и светлый и темный я его перебрала теперь заливаю кипятком постоит минут 15 я его промою и буду просушивать на бумажных полотенцах тесто подошло простояла 50 минут теперь убираем целлофан это видите какая красота в стороночку немножко покажу изюм у меня он промыт прочищен и теперь сюда я немного добавляю муки и все перемешиваю вот так хорошо вот и добавляю в тесто какое тесто шикарно ты какое тесто высыпаем сюда изюм размешиваем все еще ставим на расстойку еще один раз если не хотите много изюма добавлять но мы очень любим когда у нас много изюма руки смазываем в растительном масле и будем накладывать формочки тесто подошло второй раз добавляю цукаты кстати какое тесто воздушная вот она прям аж пузырьками кто-то цукаты добавляет но я цукаты не добавляла у меня на сегодня их нет поэтому у нас будет один изюм и мы любим много изюма будем раскладывать формочки формочки я смазала растительным маслом формочки я раскладываю по 300 грамм теста куличи подошли выпекать будем при 180 градусах один противень с куличами 6 штук испеклись вот здесь 5 я уже украсила и оставила не украшенный один чем я их намазывала я два белка взбила 50 грамм сахару хорошо держится хорошо намазывается вот я оставила один кулич показать что он пропекся что мягкий и хочу его просто взять и разорвать и показать вам посмотрите какая красота какой он волокнистый какой он подъем столько много у него изюма как мы любим вы посмотрите тесто очень вкусная влажноватая очень вкусная хороший кулич исключительный в духовке у меня еще сидит столько же куличей и еще будут поэтому с этого теста получается очень много выпечки вам если это много пожалуйста убавьте порцию но вот вообще исключительное тесто классно я украшала по простому ну я хочу еще украсить оставшиеся те куличи взбить и приготовить белково-заварной крем и украшу я взбила белково-заварной крем и сейчас хочу немного еще украсить чтобы было поинтереснее покрасивее варится он очень быстро если кому-то интересно пишите я вам напишу я училась на канале с татьяной обо всем просто вот такие красивые кругляшки красота очень интересно очень красиво получается можно написать х в христос воскрес вот такой цветочек маленький сделала можно отсюда его поместить вот столько такой красоты у меня получилось посмотрите какая красота такие вот цветочки как сработала фантазия вот такая вот такая красота и вот такая красота друзья кому понравилось оставайтесь со мной у меня очень много интересных рецептов на канале всем здоровья мира и добра regarde спасибо 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 спасибо